Быть популярным значит находиться под пристальным вниманием окружающих. Поэтому особенно таким людям нужно стараться держать себя в руках. Однако некоторым бывает сложно скрыть свой темперамент. Барабанщики среди них не исключение. Добро пожаловать на канал Драм Гэлакси Шоу. Меня зовут Варламов Игорь. Сегодня я расскажу вам о дерзких выходках известных барабанщиков. Усаживайтесь поудобней и поехали! В июле 2003 года барабанщик группы Iron Maiden Ника Макбрейн был арестован за весьма дерзкий поступок со своей стороны. Дело обстояло следующим образом. Макбрейн пытался въехать на своем черном Ягуаре на парковку перед концертом в зале Джонс Бич Театре в городе Ванта, штат Нью-Йорк. Однако служащий парковки отказался принять вип-пропуск от Ника. После чего Макбрейн пришел в ярость и специально наехал своим авто на этого рабочего. Позже данный инцидент Ника комментировал следующим образом. Это был тот случай, которого не должно было произойти, однако он случился. Сейчас вспоминая о нем, я думаю, как же все это было глупо. Я уверен, что тот служащий парковки, который был вовлечен в эту абсурдную ситуацию, сейчас сидит и думает то же самое. Кит Мун, барабанщик группы The Who, будучи почитаемым известным музыкантом, вел весьма разрушительный и безответственный образ жизни. Он крушил гостиничные номера, дома друзей и даже собственную квартиру, выбрасывая мебель из окон. Помимо ударной установки, у Муна была другая любимая визитная карточка. Привычка смывать мощное взрывное устройство в туалет, которое, взрываясь, уничтожало унитаз и разрушало канализационную трубу. Все свои дерзкие выходки Мун выполнял в основном в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Они служили средством самовыражения для его эксцентричной личности. Мун испытывал радость, шокируя окружающих. Однажды по дороге в аэропорт, Мун попросил водителя срочно вернуться в отель, сказав, что он кое-что там забыл. Подъехав к гостинице, он вбежал в свой номер, схватил включенный телевизор и выкинул его из окна в бассейн, после чего вернулся в машину со словами «Чуть не забыл». В 1967 году Кит Мун принял участие в истории, ставшей одной из рок-легенд. Дело происходило на банкетной вечеринке во Флинте в честь 21-го дня рождения Муна. Тогда Кит уже с 10 часов утра начал выпивать. Захмелевшие гости вечеринки начали швырять друг в друга пирожными и тортом. Наблюдая за всем происходящим, менеджер пригрозил вызвать полицию. В ответ на это Мун решил ответить дерзким жестом, въехав на Кадылаки в бассейн отеля Holiday Inn. Затем он взорвал туалет в своей комнате и выскочил из ванной в самый последний момент, чтобы спастись от осколков фарфора. Кит утверждал, что эта история с автомобилем привела к пожизненному запрету посещения отелей во Флинте. Легендарный барабанщик группы Led Zeppelin Джон Боном славился своим взрывным характером. Тем, что мог легко выкинуть резкие словечки в сторону своих обидчиков, а иногда даже мог довести дело до драки. Так однажды Боном чуть не побил Стинга. Джейсон Боном, сын Джона, рассказал в одном из своих интервью, что в возрасте 12 лет был свидетелем стычки между своим отцом и Стингом. Это произошло на одном из концертов группы Police, которая в то время была на пике своей популярности. Стинг являлся их фронтменом. «Мой папа тогда смог проникнуть за кулисы», — вспоминал Джейсон. А уже там он умудрился пригрозить Стингу, что его побьет. Со стороны, конечно, все это выглядело весьма нелепо. Отец случайно наступил на ногу Стинга, на что тот сказал, «Эй, парень, не надо наступать на мои голубые замшевые ботинки. Возможно, со стороны это могло показаться грубо. Однако я его прекрасно понимал. Он совсем недавно стал молодым вокалистом Police и поэтому вел себя соответственно. Моего отца он воспринимал как динозавра, хотя ему было всего 32 года. На эти слова Стинга папа не стал оправдываться, что сделал это случайно и не извинился, а незамедлительно ответил резкой колкой фразы, что через минуту он наступит ему на голову. За словесной перепалкой драки не последовало, однако обстановка стояла весьма напряженной. Конфликты среди популярных музыкантов — довольно частое явление. Так, помимо Джона Бонома, успел поучаствовать в перепалке другой легендарный барабанщик — Бадди Рич. У него в свое время был конфликт с Фрэнком Синатрой. В 1940 году, после выхода пластинки «Ill Neva Smile & Game», записанной Фрэнком Синатрой и оркестром Тома Дорси, в котором на ударных играл Бадди Рич, карьера Фрэнка резко взлетела вверх. Эго Синатра раздувалось пропорционально объемам продаж его пластинок. Он становился заносчивым и так и не смог влиться в оркестр Дорси. Фрэнк не скрывал, что недолюбливает некоторых его участников, в том числе Бадди Рича. В октябре 1944 года после концерта к Фрэнку подошел Бадди Рич и в грубой форме заявил, что создает собственный ансамбль, в котором он не желает видеть Синатра. На что второй тоже решил взаимно съязвить. Протянув Ричу Чек на 40 тысяч долларов, он похлопал его по спине и сказал, что ж, желаю удачи, с деньгами она тебе скорее улыбнется. Продолжает серию конфликтов среди звезд барабанщик Модли Крю Томми Ли. В 2007 году у него была потасовка с Кид Роком. Это случилось на церемонии награждения Виэмэй 2007. По словам свидетелей, зачинщиком драки был Томми Ли. Бывший муж Памелы Андерсон и отец ее двоих сыновей еще ранее Памелу видели, сидящую у него на коленях. Несмотря на то, что в тот момент она уже была в разводе с Томми Ли и находилась в отношении к Кид Роком. Томми Ли, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пытался завести Кид Рока, кидая в него столы. Поначалу он его игнорировал, но потом Рок не сдержался и началась драка. Прибежали секьюрити и растащили их в разные углы. Затем Кид Року разрешили остаться, а Томми Ли выгнали с шоу. В январе текущего 2020 года барабанщик Аэросмит Джоуи Крамер подал иск против своей группы после того, как ему не разрешили выступить на Грэмми 2020 из-за недостаточной подготовки к церемонии. В иске Джоуи пишет, что весной прошлого года у него была травма руки, в связи с чем он не мог репетировать и давать выступления с группой. К работе он планировал вернуться осенью, но Аэросмит ему отказали. Это увольнение барабанщик расценил как нарушение его прав, так как участники данными действиями пошли вопреки условиям контракта. Со слов Крамера его волнует не финансовый вопрос, а тот факт, что ему придется пропустить важные для коллектива мероприятия, где будет отмечен их вклад в историю музыки и благотворительная деятельность. На это скандальное заявление отреагировали другие участники Аэросмит. Музыканты утверждают, что эта информация ложная и никто о сотрудничестве с Крамером не отказывался. В связи с тем, что он поздно сообщил о своем намерении принять участие в Грэмми, группа физически не успевала подготовиться к выступлению с его участием и приняла решение не включать его в состав исключительно этого мероприятия. Иск барабанщика они назвали полным пренебрежением коллективу. Участники группы также отметили, что за 51 год их совместной деятельности они все стали одной большой семьей. И им непонятно, почему Крамер пошел в суд. Подав иск, он только усугубил ситуацию. Позже стало известно, что суд принял сторону группы, признав, что в этой ситуации коллектив законно защищает свои интересы, не позволяя Джоуи выступить на Грэмми. Судиться со своими коллегами по группе гораздо не только Джоуи Крамер. Так, в 2015 году экс-барабанщик группы Корн Дэвид Сильверия подал в суд на своих бывших коллег за то, что после его ухода из коллектива в 2006 году ему отказали в возвращении назад спустя 7 лет. Сам музыкант воспринимал данный период как паузу в работе и претендовал на долю денег, заработанных своими бывшими коллегами с момента его ухода. Однако после встречного иска от Корн обе стороны достигли соглашения в 2016 году, договорившись о единовременной выплате Сильверии и его отказе от своих прав на гонорары Корн в будущем. В марте 2019 года Дэвид заявил, что в соглашении 2016 года не было упомянуто о распределении денег от контракта Корн с компанией SoundExchange, полученных от трансляции музыки по спутниковым, кабельным и музыкальным каналам, а также интернет-радиостанциям. Он подал новый иск о том, что не знал, что группа получала деньги от SoundExchange с 2003 года и утверждал, что сделка Корн в SoundExchange была заключена без его ведома. Дэвид потребовал возмещения убытков свыше 750 тысяч долларов. В ответ на это Корн подали встречный иск, в котором указали, что Сильверия в июне 2018 года связывался с SoundExchange с требованием получить свою долю, нарушая при этом достигнутые три года назад договоренности и потребовали отозвать жалобу к SoundExchange. Проигнорировав это требование, Сильверия вынудил SoundExchange приостановить все выплаты, связанные с Корн. На сегодняшний день судебные разбирательства еще не окончены. К какому компромиссу придут обе стороны, пока неизвестно. Пишите в комментариях, как вы относитесь к данному поступку Дэвида Сильверии и чем, по вашему мнению, закончатся данные судебные разбирательства. Идем дальше! 3 апреля 2014 года барабанщик группы Scorpions в Джеймс Скоттах был арестован в Дубае за оскорбление ислама. Дело обстояло так. Во время авиаперелета всех участников Scorpions транзитом из Москвы через Дубай в Бахрей, где группа должна была выступить на этапе гонок Формулы-1, Коттах был задержан в дубайском аэропорту. Как утверждают свидетели, он показывал непристойные жесты пассажирам-мусульманам, распивая при этом алкогольные напитки, за употребление которых позже Джеймс также был оштрафован на 500 долларов. Во время суда обвиняемый отрицал, что оскорблял своим поведением чувства мусульман, но признал употребление алкоголя. Адвокат музыканта заявил, что его клиент не хотел совершать ничего предусудительного, а просто хотел показать татуировку у себя на спине. Однако это не помогло избежать наказания, и Джеймс был осужден на месяц тюремного заключения. После его отбывания музыкант был депортирован на родину. На этом заканчивается сегодняшний выпуск. Пишите в комментариях, какие еще детские поступки среди известных драмеров вы знаете. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Также рекомендую посетить мой сайт drumgalaxy.ru, инстаграм и паблик ВКонтакте. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. На сегодня у меня все. До встречи в следующих роликах. Пока!